Число заболевших коронавирусом в регионе за минувшую неделю снизилось более чем вдвое. Об этом рассказали на областном оперштабе по борьбе с COVID-19, в котором принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Меньше стали болеть ОРВИ и вне больничной пневмонии, причем во всех возрастных группах. Устойчивую тенденцию мы фиксируем по снижению заболеваемости, но это, конечно, не означает, что нам не нужно на регулярной основе рассматривать вопросы борьбы с распространением инфекции, готовить систему здравоохранения. По словам министра здравоохранения Армена Беняна, в стационарах лечится 2647 человек. Свободный коечный фонд сейчас составляет чуть менее 50%. Это позволит перевести в штатный режим еще тысячу коек. Регион обеспечен лекарствами на много месяцев. С 15 марта больничные листы больше нельзя будет оформить дистанционно. В регионе с начала действия этой меры было открыто более 13 тысяч листов нетрудоспособности. Теперь больничные будут выписывать после очного осмотра врачом или при вызове на дом. И мы начинаем, возобновляем диспансеризацию, профилактические осмотры. На оперативном штабе было принято решение смягчить ограничительные меры. С сегодняшнего дня отменили обязательный перевод определенного числа сотрудников на удаленку. Самоизоляция для непривитых жителей региона в возрасте старше 60 лет больше не носит обязательный характер. Также в Самарской области сняли ограничения по количеству посещающих культурные учреждения, спортивные объекты и фитнес-клубы, ЗАГСы, организации торговли и бани. Несовершеннолетние смогут свободно приходить в торговые центры, театры и кинотеатры, развлекательные учреждения. Предъявлять QR-коды больше не нужно. При этом по-прежнему нужно носить маски и соблюдать санитарные требования. Хорошо, коллеги, тогда принимаем решение. Я бы просил, чтобы было оформлено это сегодня на конце дня. Несмотря на уменьшение числа заболевших, количество тяжелых пациентов остается на том же уровне. Чаще всего это люди старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию, а заболев длительно не обращались за медпомощью. Министр здравоохранения Самарской области напомнил, что вакцинацию необходимо продолжать. Прозвучало предложение провести в муниципалитетах единую неделю вакцинации, организовав пункты там, где можно разместить достаточное количество мобильных прививочных бригад. Виктория Шаре, События.